Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы с утра снова на рынках, чтобы проанализировать новостную картину, посмотреть на театр, которые у нас на повестке этой, собственно, торговой сессии, и, собственно, еще раз провести, скажем так, подвести промежуточные итоги по нашим инвестиционным идеям. Вчерашняя торговая сессия, я хочу девушкам сказать огромное спасибо, уверен, что это исключительно ваша заслуга, энергетика поспособствовала тому, что собрался и доллар, и показал те движения, которые мы хотели от него видеть, правда, еще очень давно. Но лучше поздно, чем никогда, все равно пока что еще наши цели максимум не выполнены по доллару, но очень хорошие сигналы сейчас поступают с рынка, указывающие на то, что доллар вообще не приемнет сейчас для себя какой-то двусмысленной интерпретации. Выходят хорошие данные, и эти хорошие данные становятся причиной такого же активного спроса на бакса, который, в принципе, и должен наблюдаться по факту релиза этой статистики. О долларе мы, как и всегда, сегодня поговорим, но давайте не будем нарушать наш привычный сценарий. Начнем с нефти, и здесь тоже один сплошной позитив. Мы с вами молодцы, потому что не отказывались от короткой сделки по бренду, по WTI, знали то, что фундаментальная картина сигнализировала уже давно о том, что скепсис рыночный усиливается, и то, что бренд может оказаться под давлением. Строили тоже ожидание, что бренд очень скоро выберется из довольно узкого для себя канала, в котором находится уже больше двух месяцев. Но вот нам пришлось подождать, хорошо, что дождались, потому что вчера потери по бренду, как вы могли наверняка заметить, превысили 5%, и, собственно, очень быстро пала поддержка 55 долларов за баррель. Мы оказались ниже. Клосс вчерашнего дня 53.12, сейчас актив торгуется на уровне 53.53. Как и раньше, мы знаем, помним и не сомневаемся в том, что одной из основных идей, которые сейчас обсуждаются на рынке, это вклад и, опять же, угроза, которая идет со стороны Соединенных Штатов Америки, угрожающая для, простите за тавтологию, угроза, связанная, опять же, с тем, что США могут снять положительный эффект, опять же, от той сделки ОПЕК, которая была заключена еще в конце прошлого года. То есть все усилия ближневосточного картеля, ну, выходят практически напрасны, потому что объемы добычи нефти в рамках американской экономики продолжают расти. Не буду снова пробегаться по целому блоку статистики, вы ее наверняка помните. У нас исторические максимумы по экспорту из США, у нас исторические максимумы по объемам запасов. Вот, собственно, вчера вышла официальная статистика от Минэнерго. Поскольку накануне от ОПЕ мы получили тоже очень обнадеживающую цифру для медведей, поскольку запасы выросли, мы сделали вывод о том, что эта статистика была взята не на пустом месте. Есть факторы, которые приводят к росту запасов. Это высокие показатели импорта. За прошлую неделю импорт нефти вырос больше, чем на 650 тысяч баррелей в сутки. Есть еще эффект отложенного характера, связанный с тем, что не все производственные мощности сейчас работают на даже 80% из-за технических моментов и периодов, когда они закрыты, нефтеприабатывающие заводы и обслуживание. Это все стало следствием роста запасов самого настоящего тренда, который мы наблюдаем с вами уже несколько недель подряд. Ну, в частности, про АПИ, про американские сутки нефти я говорить сейчас не буду. Минэнерго девятые недели подряд рост запасов плюс 8,2 миллиона. В совокупности они выросли до 528,4 миллионов. Как я уже отметил, это исторический максимум, который тут же повлиял на настроение трейдеров, поскольку усилились ожидания того, что стремительный темп увеличения добычи в Штатах уже позволяют закрывать глаза и потихоньку забывать о том, что было такое понятие, как энергетический пакт. Потому что на одном и том же позитиве ехать долго мы с вами не могли. Большего позитива рынок эта сделка дать нам не может, потому что в совокупности обязательства выполнено уже на 94%. И вот такие недостающие 6%. Я думаю, то, что вообще не удастся восполнить, потому что регионы, которые отвечают за также определенную часть этой сделки, регионы вне ОПЕК и прежде всего Россия, не торопятся соблюдать взятые для себя обязательства. И обсуждений тоже было очень много, встреча новых Асберканда. Но мы обратили внимание на статистику, которая вышла буквально несколько дней назад. По итогам февраля объемы добычи снизились по сравнению с январем всего лишь на 0,02%. Вы понимаете, что это капля в море. И даже несмотря на оценку генерального секретаря ближнего и восточного картеля ОПЕК, то, что эта сделка сможет решить проблему перепроизводства, мы видим то, что эти комментарии полностью были проигнорированы. Трейдеры вооружаются другим понятием и другим представлением. И очень хочется верить, что это не просто так была распродажная, агрессивная по продажам сессия. Это еще одно напоминание всем рынкам, всем участникам рынка, что пора бы уже рассмотреть возможность и задуматься о том, куда дальше может пойти нефть. Я считаю то, что у нас в перспективах движения в районе 50 долларов за баррель давненько мы не видели такой волатильности в рамках одного торгового дня. Поэтому сейчас можем говорить вообще о том, что и уровень 50 при повторении динамики вчерашнего дня может попасть даже в рамках тоже одного торгового дня. Но вряд ли мы увидим еще одну такую продажную сессию. Все-таки, наверное, и быки тоже воспользуются, опять же, и техническими факторами, и попытками медведя сфиксировать результат той коррекции, которую уже удалось показать. Поэтому, может быть, сегодня даже и будет какая-то локальная проторговка, но все равно уже вектор определен. Я надеюсь, что этот вектор приведет очень скоро нас по бренду в район 50 долларов за баррель. Российская валюта еще не отыграла снижение нефти до конца, поэтому через 24 минут, как стартанут торги, думаю, мы можем поставить на то, что пара доллар против рубля окажется в районе 59,5 и, может быть, будет претендовать на тестирование уже сопротивления 60, которое является нашей целью. Картина этому явно сейчас способствует. Спасибо нефти, мы ждали этого сигнала, и вот он наконец-таки появился. По другим активам все тоже складывается замечательнейшим образом, потому что рисковые инструменты снижаются. ФРС и евро находятся в нисходящем векторе котировки на текущий момент 1,0529, это практически на 40 пунктов ниже, чем тот уровень, который был в ходе вчерашнего брифинга нами озвученный. Европейская валюта снижается, как вы знаете, по причине присутствующих очень серьезных и оправданных ожиданий того, что ФРС будет улучшать процентные ставки уже на следующей неделе, то есть 15 марта. Соответственно, ужесточение монетарной политики – это серьезный фактор давления на рисковые инструменты. Плюс ко всему, сегодня мы несколько давайте уберем про запас новостной фонд, связанный со Штатами, потому что локально более интересный фундамент европейского происхождения, потому что сегодня в 15.45 Европейский Центральный Банк представит нам обновленные параметры денежно-кредитной политики. Процентная ставка, то есть ставка финансирования, депозитная ставка – это все без изменений, как и всегда, нас будет больше интересовать поступление Драги в ходе пресс-конференции, которая состоится спустя 45 минут после этого, в 16.30 по московскому времени. Уверен, что Драги снова озвучит позицию целесообразности сохранения мягкой экономической политики, поскольку есть проблемы с базовым показателем инфляции. И сейчас, судя по тому, что евро все-таки снижается не только благодаря сильному доллару, но и крепкнувшему позиционированию того, что Европейский Центральный Банк попробует убедить рынок в том, что основной индекс потребительских цен – это уже не основной вектор, потому что инфляция уже практически достигла цели. В частности, вчера, между прочим, одной из новостей молнии, которая объявилась на рынке, стал, опять же, комментарий, новость от Блумберга со ссылкой на источники Европейского Центрального Банка о том, что перед заседанием ЕЦБ пересмотрел прогнозы по темпам роста индекса потребительских цен на этот год с отметки 1,3 до 1,7. Но интерес евро был сдержан к этой новости. По идее бы, если бы у нас не было четкого понимания того, что мы можем услышать от драги, если бы у нас не было сильного доллара, европейская валюта бы неплохо выросла на этом. Но евро этот новостной фон проигнорировал, поскольку прекрасно понимает то, что экономические стимулы будут и дальше актуальны для европейского регулятора. Я очень надеюсь услышать это от драги в ходе сегодняшнего выступления. И в частности, Морган Стэнли и Голдман Сакс считают то, что ЕЦБ начнет выходить из мягкой экономической политики путем ужесточения, но только не раньше 2019 года. Это не ошибка. То есть еще больше двух лет есть возможность спекулировать на слабости европейской валюты. Но очень растянутая, конечно же, перспектива. Хотелось бы увидеть нашу с вами цель, которая находится. Цель максимума – это паритетное значение гораздо раньше. Но для того, чтобы вообще были предпосылки для движения евро-доллара к этому рубежу, нам нужно оказаться ниже отметки 1.05. И этот уровень старательно держится. Я надеюсь, что сейчас оборона, опять же, быков падет, потому что и ЕЦБ, и Нонки, которые у нас завтра, то есть статистика по американскому рынку труда, это два серьезных фундамента, которые способны разрушить любой барьер, кто бы его ни строил, быки или медведи. Жду евро в нисходящей динамике, ставлю на коррекцию и закрепление. Пара евро-доллар ниже отметки 1.05 в рамках сегодняшнего дня. Фунт снижается. Фунт меня уже расстроил, как я вам говорил. Не хочу сейчас снова залазить в этот инструмент, чтобы не давать лишней возможности британцу позлорадствовать, если, опять же, ему удастся показать такой не совсем ожидаемый кульбит. Но если копаться в фундаменте, конечно же, сейчас уже, будучи более объективным, вне сделки, можно прийти к выводу о том, что новостной фонд все-таки располагает больше продаж. В частности, вот одна из последних новостей связана с тем, что процедура запуска 50-й статьи Сабонского договора может быть затянута даже до апреля месяца. Почему? Потому что совсем недавно, буквально день назад, Верхняя Палата Парламента получила право, скажем, наложить вето на окончательные итоги голосования по Брэйсу. То есть, согласовывать этот механизм выхода, эту дорожную карту будут очень долго. Ну, хочется верить, что процедура не затянется больше, чем на месяц, но пока мы видим то, что новостной фонд, в принципе, и картина, она из-за только одной лишь неопределенности. И вновь актуальных разговоров о том, что Англия может лишиться доступа к единому европейскому рынку, плюс еще и статистика, вы помните, и показатели ОП, и очень высокие данные, высокие показатели по инфляции, которые создают угрозу для потребительской активности. Все это, конечно же, те фундаментальные сигналы, которые нужно использовать для продаж. Но, с другой стороны, я также в глубине души понимаю, что, скорее всего, те закулисные игроки, которые сейчас находятся, опять же, по ту сторону рынка, по другую сторону рынка, они не могут так вот просто и логично позволять трейдерам зарабатывать на абсолютно предсказуемой коррекции. Поэтому, допуская то, что в любой момент может последовать серьезный разворот, но, как я уже отметил, лично я уже научный, на горе опытом, пока буду держаться в стороне от британца. Если вы хотите рискнуть, я по-прежнему считаю то, что нужно попробовать все-таки подкупить фунт. Но это уже на собственный страх и риск. Новозеланец против доллара. Как я уже отметил, причина ослабления крайне провальный молочный аукцион, в частности, цены на сукое молоко снизились на 12,4%. И на текущий момент эксперты прогнозируют то, что в этом году цены на молочную продукцию, на молоко за килограмм могут снизиться с прошлого. Опять же, прогнозы и ожидания 6,5 долларов до 6. Поскольку для Новозеландии это экспортный, главный, ключевой экспортный товар, мы уже проводили аналогию. Это как нет для рубля. Понимаем то, что новозеландец этим, конечно же, будет серьезно страдать. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Наша с вами цель по новозеландскому доллару была на отметке 0,69. Я думаю, что мы достигли этого уровня. И, наверное, можно в отношении, по крайней мере, этого риска, постоять, поддержаться в стороне. Спасибо профиту. Давайте после неудачного трейда по фунту, хотя бы попробуем скомпенсировать эту неудачу прибыльным ордером и профитом по этому валюту активов. Австралийцы у нас также снижаются. Здесь причина кроется, опять же, и в последних комментариях Филиппа Лоева, руководителя Резервного банка Австралии, в макроэкономических данных, в слабости китайской экономики, ну и, конечно же, корреляции, которая всегда присутствовала с новозеландцем. Хотя даже не знаю, в какой степени никто из них больше коррелирует друг с другом. В общем, австралийская валюта также снижается. Здесь у нас пока цель не выполнена. Я думаю, что мы можем дождаться отметки поддержки 0.74. Сейчас 0.75.12. Австралийцы также неплохо снижаются. Доллар и японская иена. Здесь говорить также много не будем, поскольку новостная картина в целом ничуть не изменилась. Но единственное, что вчера вышел отчет по EDP. Мы сразу говорили о том, что статистика будет хорошей. Хотя считали то, что прекрасно будет отчет, если количество новых рабочих мест вырастет на 190 тысяч. Сейчас вы знаете то, что количество новых рабочих мест выросло не на 190 тысяч, а на 298 тысяч. Серьезно, существенно превзойдя ожидания рынка. Это подтверждает тот факт, что компании динамично сейчас нанимают новых сотрудников, потому что делают большую ставку на Трампа. Верит в то, что Трамп позволит им вздохнуть полной грудью. Потому что Трамп снизит налоги, соответственно позволит сэкономить компаниям на издержках. И поднять показатели, опять же, собственной экономической активности, выработки. Поэтому, конечно же, это требует и создания новых рабочих мест. И, в принципе, уже определяет потребности в новой рабочей силе. То есть, эта картина также не будет меняться. Я надеюсь, что EDP отражает объективную ситуацию на рынке. И Non-Farm Perils, которые у нас выйдут завтра, повторят, ну пусть не в таком формате, но хотя бы в похожем. Если будет 200 тысяч новых рабочих мест, по уже официальным данным, это чудовищная просто поддержка для американца, которую он обязательно дисконтирует собственной стоимостью. То есть, если EDP уже привел к тому, что пара в моменте оказалась выше отметки 114,5, то Non-Farm Perils точно смогут позволить доллару против иены рвануть выше отметки 115. Первыми, конечно же, на статистику реагирует Treasuries. Мы это прекрасно видим, знаем. Сейчас американский долговой рынок находится также в стадии роста. И даже одного такого, скажем, тренда вполне достаточно, чтобы ни в коем случае не отказываться от покупки американца. USDCAD. Здесь тоже у нас есть о чем поговорить, поскольку мы увидели уровень 1,35. Ну вот, честно говоря, у нас была цель с вами 1,35. Пока что, вот как я готовился к брифингу, в принципе, смотрел за котировками, там локальный х 1,3498. То есть, мы еще с вами не добрались до нашей цели. Надеюсь, что это произошло в последние минуты. Но как только мы с вами протестируем это сопротивление, я думаю, что можно будет сделать низкий поклон и канадцу с долларом. И также на какое-то время оставить и эту валютную пару наедине с собой. Ну а мы, собственно, будем наслаждаться прекрасным профитом, потому что практически купили эту валютную пару чуть ли не с поддержки 1,37. И золото у нас активно снижается. Ближайшая цель 1200 долларов за тройскую лунцу. Очень быстро мы потеряли практически 40 долларов за буквально считанные дни. Я думаю, что наша ближайшая цель это 1180 долларов. И если и нонфармпырлс не подведут, мы сможем добраться до этого рубежа, я думаю, также в ближайшие дни. Американский фондовый рынок чуть пострадал из-за вчерашней просадки нефтянки. Но возвращение, опять же, к идее экономических стимулов Трампа снова придаст ему должное ускорение. Мы непременно с вами продолжим покупать американскую фонду, ну, по крайней мере, я. И цель, как и раньше, это 2450 пунктов. Собственно, на этом все. Основные события. 15.45 ставка по ЭЦБ. В 16.30 пресс-конференция Марио Драги, руководитель Европейского Центрального Банка. И в 16.30 еще выйдут заявки на пособие по безработице. Посмотрим мы за этим отчетом, который станет еще одним подтверждением прогресса американской секции рынка труда. Кодовое слово на сегодня. Обвал, величина бонуса 12%. Напоминаю то, что мы снова, буквально вот со вчерашнего дня, вернулись к уже сладившейся традиции того, что я обозначаю кодовое слово, которое позволяет вам повышать покупательскую способность депозитов. Соответственно, действует этот бонус до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. И если есть желание и есть понимание того, что подволотились, конечно же, поднять эту покупательскую способность лучше, вы можете воспользоваться им уже на сегодня. Ну а в принципе по основным событиям все. Если есть вопросы, как и всегда, форма маркетс, а еще лучше канал на ютубе. Любое, что вас интересует касательно трейдинга, можете спрашивать, попробую, ответите максимально оперативно. Поэтому осталось только пожелать вам хорошей торговой сессии и, конечно же, как и всегда, контролируйте риски. Всего доброго, до свидания.